И теперь к теме предстоящих праздников. Абакан в этом году как никогда украшен новогодней иллюминацией. Гирлянды светятся практически во всех организациях, учреждениях, магазинах и ресторанах, расположенных на центральных улицах города. Где и что посмотреть, расскажут наши корреспонденты. Художники и оформители спешат завершить композиции из ледовых плит на площади возле музейно-культурного комплекса Хакасии. Две трехметровые скульптуры уже стоят. Пожалуй, это самый последний незавершенный новогодний объект в Абакане. Видимо, художники просто не поспевают обслужить всех заказчиков. В городе сейчас установлено значительно больше ледовых скульптур, чем в прежние годы. Сказочный городок в Черногорском парке. Несколько горок, подсвеченных иллюминацией. Не пожалели лампочек и на елку, и на гирлянды по периметру городка. Мы пришли, пока елочка не светилась. А уже когда маленько побыли здесь, это такая красота. Рядом были, заехали посмотреть. Елка хорошая. А мне все нравится, все прекрасно, весело. В городке на Первомайской площади горки пониже, зато есть другие развлечения для детей. Две ледяные чашки и лабиринт. В плане иллюминации губернаторская елка явно лидирует. И привычные елочные гирлянды, и светящиеся сосульки, и подсвеченные скульптуры животных из хакасского календаря. Впечатление сильное. Вот это место нам особенно нравится, потому что здесь больше всего для детей интересно, конечно. И скульптура из-за льда, и просто, конечно, великолепно, здорово. Спасибо огромное создателям, потому что такая работа очень творческая, и детям надо сказку создавать. Шикарно в плане иллюминации выглядит дом правительства. Самый красивый объект в Абакане. Светятся стены, деревья в сквере, гирлянды. Другие учреждения тоже украшены. Так, например, выглядит поликлиника республиканской больницы. Это центральная аптека. Украшены фасады торговых центров, магазинов. Владельцы одного из ресторанов, кроме стандартной елки, установили на тротуаре две ледовых скульптуры. Оригинально смотрится и фасад нашей гостелерадиокомпании. Декораторы использовали все виды иллюминации, так что прогулка по центру Абакана наверняка создаст всем праздничное настроение. Мария Добрынина, Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.